Новости в эфире. В студии работают Хасан Исраилов и Алмаз Ашим. Здравствуйте. Шестеро детей отравились угарным газом в Нур-Султане. Они находятся в больнице под присмотром врачей. Состояние медики оценивают как средние степени тяжести. Инцидент произошел сегодня в 7.40 утра в одном из временных строений в дачном обществе. Об этом на брифинге в СЦК сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля. По словам Айгерима Раимкуловой, самому старшему из пострадавших детей 12 лет, младшему нет и года. Многодетная семья переехала в столицу из Казлардинской области чуть больше месяца назад. Врачи рассказали о состоянии пострадавших на шахте Абайская в Карагандинской области. По их информации, горняки пошли на поправку. 58-летнего Женуса Маралбаева и 61-летнего Элла Идара Зейналова перевели из реанимации в палату. Напомню, трагедия произошла накануне. Из-за внезапного выброса метана и угля от удушья на месте погибли, находившись в забое, 6 человек. Еще двое горняков были доставлены в травматологический центр с острым отравлением шахтными газами. В момент ЧП смена проводила плановые ремонтные работы. По данным ДЧС, авария по всем признакам носит техногенный характер. Семьям погибших верняков на шахте Абайская погасят кредиты, а детям оплатят очное образование в учебных заведениях. Об этом сегодня на брифинге в Караганде заявило руководство компании Арсилор Миттл Тимиртау. По данным Акимата Абайского района, без отцов остались четверо детей, двое из них несовершеннолетние. По условиям трудового договора, семьям, потерявшим кормильцев, также выплатят 10-летнее денежное содержание. Погребление в плане организации похоронных, всех мероприятий, поминальных обедов. Компания возьмет на себя погашение кредитов, которые есть с точки зрения жилья. По нашей предварительной информации, жильем все из погибших наших коллег были обеспечены. Но этот вопрос, как я уже сказал, отдельно будет обсуждаться. Тем временем в Актау на месте разрушенного кафе нашли еще два газовых баллона. Оставаясь под завалами, они создавали угрозу повторного взрыва. Опасное оборудование на 50 и 20 литров вывезли на специальный полигон для дальнейшей экспертизы. Напомню, еще два вытащили ранее. Таким образом, по информации ДЧС, газовых баллонов под завалами больше нет. Однако спасатели продолжают работать на месте взрыва. И об этом подробно Тамара Степанова. В воскресенье около половины 10 вечера Актаус отрисает мощный взрыв. Звуки слышны за несколько километров. По словам жителей соседних микрорайонов, даже они почувствовали ударную волну. Она задела несколько легковых машин, а уже спустя 20 минут был создан оперативный штаб. Мы по тревоге подняли все свои коммунальные предприятия, предоставили технику. В данный момент, сейчас, в настоящий момент Акимобласти на месте происшествия проводит совещание с представителями прокуратуры, ДВД, ЧС. В больницу никто еще не обращался. Поэтому попросил бы только информацию получать от официальных источников. Взрыв прогремел в 29-м Амикрорайоне в торгово-производственном помещении Ширкала. На первом этаже находилась столовая, на втором швейный цех, а рядом пристройка дорожно-строительной лаборатории. Примерно в 7.30 вечера я закрыл двери и забрал семью. Мы поехали домой. Никого у нас не осталось на работе. Рядом есть и другие рабочие объекты. Но я не знаю, на момент взрыва были ли там люди. Среди населения началась паника. В это время на WhatsApp стали рассылать сообщения о том, что в кафе проводилась свадьба. В СМС говорилось о 10 погибших и 25 раненых. Это оказалось фейком. К счастью, никто не пострадал. В приемное отделение больницы после ЧП никто не обращался. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газовоздушной смеси. С места происшествия были извлечены два газовых и один кислородные баллоны. Специалисты дадут подробную информацию после ликвидации завалов и проведения всех экспертиз. Газбаллоны обыкновенные, заводские, но дело в том, что в соответствии с правилом пожарной безопасности эксплуатация газовых баллонов на данных объектах запрещена. Проверка по пожарной безопасности данных объектов не проводилась сотрудниками ЧЭС ввиду того, что на сегодняшний момент действует указ президента о моратории малого бизнеса. Место взрыва оцепили. Все подразделения работали в экстренном режиме. Задействовали службы гражданской защиты и энергетики. Разведка кинологической службы показала, пострадавших на месте взрыва нет. Всю ночь спасателя расчищали территорию. Привлечено 20 единиц спецтехники. Площадь завалов составила 200 квадратных метров. Половина уже расчищена. На данный момент собственниками имущества был проведен опрос. По предварительным опросам были установлены количество газовых баллонов, которые, возможно, могут находиться на данном месте. Получается, что у нас сейчас два газовых баллона вытащили нашими сотрудниками. И, возможно, еще находятся два газовых баллона под завалом. То есть, возможность угрозы взрыва еще существует? Возможно, да. Ближе к обеду эти баллоны нашли. Кроме этого, специалисты обнаружили газовую плиту. Все вывезли на полигон возле села Баэнды. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Назначены дополнительные экспертизы. Тамара Степанова, Ринаду Салиев, Актау, Хабар, 24. Порядка 300 человек погибли при пожарах в Казахстане с начала года. Всего за 10 месяцев в стране произошло свыше 9 тысяч пожаров. Об этом сегодня сообщил председатель комитета противопожарной службы МЧС. По словам Нурбулата Дербисова, при общем снижении количества возгораний число погибших, наоборот, выросло на 16%. Порядка 2 миллионов частных жилых домов на сегодня стоят на учете в службах МЧС. На особом контроле 107 тысяч домов социально уязвимых слоев населения. Сейчас специалисты устанавливают в них датчики от угарного газа. «На сегодня по республике индивидуальных жилых домах установлено 14 594 датчиков. Из них природного газа 7 756, угарного газа 6 703 и дымовых 135. Всего за последние три года в жилых домах за счет Акиматов и спонсоров установлено более 135 тысяч автономных датчиков». О планах по дальнейшему усилению безопасности в казахстанских школах рассказали сегодня на правительственном часе в Мажелесе. Депутаты поинтересовались у главы МВД, рассматривает ли его ведомство возможность охраны учебных заведений сотрудниками полиции. Ярлан Тургумбаев ответил, что безопасность детей в школах является первостепенной задачей Акиматов. По его словам, полиция не должна охранять физически каждую школу, поскольку это, цитирую, не детская колония, а место, где дети получают здания. А здания госорганов охраняются полицией, поскольку там хранятся режимные документы, оружие и секреты. Он также отметил, что сегодня в стране 100% школ оснащены системой видеонаблюдения, 30% тревожными кнопками, и столько же учебных заведений охраняются специализированными охранными структурами. Доведение этих показателей до 100% полностью зависит от Акиматов, поскольку эти услуги финансируются за счет местного бюджета. Группу скотокрадов задержали в Актюбинской области. В нее входили трое жителей региона. Орудовали злоумышленники на территории Хромтауского района не меньше трех месяцев. Похищали скот они в ночное время с вольного выпаса. Затем сдавали мясо на рынке, либо продавали коров и лошадей живьем. Задержанных подозревают в причастности к девяти подобным преступлениям. Сумму ущерба пока только подсчитывают. Сейчас проводится досудебное расследование, и полицейские не исключают, что фактов краж может быть больше. В качестве вещественного доказательства изъяты шесть шкур и голов животных. Проводили свои оперативно-радостные мероприятия районное подразделение Хромтау. Они в ночное время выставлялись в блокпосты, рядовые мероприятия. И в этот момент они увидели подозрительную автомашину, остановили, и там уже был скот. И при выяснении обстоятельств всего, где это было взято, выяснилось, что это уже был ворованный скот. Продолжение следует... Точнее, ее подавали только зимой. В остальное же время года жители пользовались специальными водонагревателями. По словам Аджамала Измаиловой, домашние бойлеры лишний раз били по карману. К тому же воды, нагретой с помощью электричества, не хватает надолго. По сравнению мы с бойлером сидели, да, на бойлер очень много электроэнергии уходило, да. А сейчас, конечно, ощущается, что горячая вода намного дешевле. И мы, я говорю еще раз повторяю, что жители очень довольны, я лично довольна. Проблема была решена благодаря переходу городской котельной с мазута на газ. На эти цели в рамках дорожной карты было выделено 685 миллионов тенге. Модернизированный отец теперь способен обеспечить теплом даже 100 тысяч жителей. На покупку мазута уходило 2,6 миллиардов тенге. А когда мы уже перешли на газ, потребление, годовое потребление в настоящее время 30 миллионов. Сейчас, допустим, каждый куб газа стоит 30 тенге. Итого, если посчитать, то это около миллиарда тенге. Это очень большая экономия. Капшагая около 300 многоэтажных домов. С этого года местные власти решили отремонтировать ветхое жилье, покрасили фасады и заменили кровлю. А в следующем году благоустроят дворы. На эти работы уже выделено 3,2 миллиарда тенге. Их хватит, чтобы построить детские площадки и установить аттракционы. Это переходящий проект. То есть выделенная сумма хватит на все дворы города Капшагая. В настоящее время сейчас у нас 7 дворовых площадок уже готовы. Остальные будем поэтапно реализовывать. А в новых микрорайонах Капшагая до 2025 года будут введены в эксплуатацию школы на 900 мест и 22 многоэтажных дома. Кроме того, в индустриальной зоне города уже реализовано 6 крупных инвестиционных проектов. Их общая стоимость 247 миллиардов тенге. А главное это 5000 новых рабочих мест. Гафу Али, Радик Джакупов, Хабар-24, Алматинская область. Про эпидситуацию в нашей стране. Восточно-казахстанская область перешла в зеленую зону по темпам распространения коронавируса. Положительная динамика наблюдается еще в 9 регионах. В красной зоне остаются 4 области. Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Североказахстанская. Кроме того, в Казахстане зафиксировали резкое снижение числа зараженных за сутки. Чуть более тысячи новых случаев. Больше всего инфицированных в СКО и в Павлодарской области. Замыкают тройку антилидеров Алматы. Свыше 40 тысяч человек продолжают лечиться от ковид. В тяжелом состоянии находятся свыше 500 пациентов. И данные по вакцинации получили первую дозу почти 8 миллионов 410 тысяч человек. А иммунизацию полностью прошли более 7,5 миллионов. В третьей декаде ноября в Алматы стартует ревакцинация против коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщила зам директора Центральной городской клинической больницы города Эльвира Ибрагимова. Она отметила, что на сегодня в мегаполисе применяют три вакцины. Это векторная спутник ВИ и инактивированные КАЗВАК и ВЕРОСЭЛ. Врачи рекомендуют тем людям, кто привился спутник ВИ спустя 9 месяцев, получить инактивированную вакцину. А те, кто привился КАЗВАК или ВЕРОСЭЛ, через 6 месяцев должны поставить векторную. В первую очередь мы рекомендуем сделать ревакцинацию, бустерные дозы. Это ослабленным людям, это пожилым лицам, кому за 65 лет. Почему? Потому что в стационарах мы видим больше всего и чаще всего госпитализируются люди старше 60 лет. Также с ослабленной иммунной системой. Также те, кто находится на передовой, это медицинские работники, это силовые структуры. В США вступили в силу новые правила въезда для туристов. С сегодняшнего дня в страну въезд разрешили для иностранцев, которые привиты от ковида, одной из одобренных вакцин. Однако помимо паспорта вакцинации надо предоставить отрицательный тест на ковид, который сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета. Отмечу, до сих пор из-за пандемии для большинства иностранцев границы были закрыты. Теперь в Вашингтоне надеются восстановить прежний режим международных поездок, ограничив при этом риск распространения коронавируса. В Москве и в Московской области приняли решение не продлевать нерабочие дни. Сегодня там вновь открылись кафе, рестораны, торговые центры. Ряд ограничений еще сохраняется. Система QR-кодов столицы будет действовать для театров, музеев и массовых мероприятий. Удаленно продолжат работать 30% сотрудников компании, без учета вакцинированных, переболевших, медиков и работников ряда стратегических отраслей. Локдаун завершился и в большинстве российских регионов, но не везде. Нерабочие дни продлили в шести областях. Местные власти посчитали, что эпид-ситуация пока кардинально не изменилась. Некоторые регионы страны еще больше ужесточают ограничения. Например, в Татарстане через две недели воспользоваться общественным транспортом можно будет только с QR-кодом, либо со справкой о медотводе. Продлевать локдаун нет, смысла нет. Надо оставлять QR-коды, надо оставлять их до конца эпидемии, до упора. То есть до тех пор, пока мы полностью не получим, до минимума не сойдется не то что смертность, а заболеваемость. Потому что это единственный способ, так сказать, как-то понудить людей действительно понудить людей к вакцинации, а потому что единственным способом ограничить и остановить инфекцию в этой вакцинации. Другого способа у нас нет. Другого способа у нас нет. двери для международной помощи, чтобы спасти экономику. Между тем, сторонники Талибана назначены на ключевые должности в афганских провинциях. Об этом сообщает телеканал Ариана Ньюс. Важнейшие посты получили более 40 представителей движения. К примеру, губернатором Кабула стал Кари Барьял, главой столичной полиции Вали Джан Хамза. Отмечу, последние назначения стали самыми масштабными в кадровой политике республики. Они проведены по приказу верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахунзады и призваны улучшить управление страной. Рассчитывать на возмещение ущерба возможно смогут казахстанские журналисты, работающие в опасных ситуациях. Усилить ответственность редакции предлагают в рамках закона о средствах массовой информации. Сегодня его в очередной раз обсуждали на конференции. По словам экспертов, в действующем документе есть пробелы, которые мешают отрасли развиваться более качественно. Будут ли внесены поправки в закон, пока неизвестно, но уже ясно, что именно хотят видеть представители юристы в обновленном варианте. В первую очередь, это усиление защиты работников СМИ и обеспечение своевременного доступа к информации по уголовным делам. По итогам встречи участники конференции планируют принять резолюцию. Там должны быть гарантии свободы слова. Не названы, не упомянуты, они должны содержаться в конкретных нормах, положениях. Я считаю, что СМИ и журналистика должны быть, наконец, признаны общественно важным институтом в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В соответствии с рекомендациями ООН, хотим внести изменения в законодательство, в защиту журналистов, чтобы право, скажем так, требования опровержения материалов, чтобы они не были бессрочными, как сейчас. У нас были случаи, когда, допустим, требовали опровержения 10 лет спустя, 5 лет спустя, чтобы вот таких коллизий не было. Мы хотим предложить изменить в законодательстве, чтобы этот срок был ограничен годом. Парламентарии Казахстана и Польши намерены укреплять сотрудничество в торгово-экономической сфере. В приоритете также агропромышленный комплекс, транспорт, логистика, фармацевтика, строительство, машиностроение, туризм. Перспективы двусторонних взаимоотношений обсудил сегодня председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев с польским коллегой Томашем Гроцким. Во время беседы спикер Палаты рассказал о законодательной работе. Отмечу, сегодня в парламентах обеих стран действуют группы по взаимному сотрудничеству. Парламентарии Казахстана Одним из главных событий, проходящего в эти дни в Лос-Анджелесе, в фестивале азиатского кино, стала премьера документального фильма «Казах». История «Золотого человека» режиссера Оливера Стоуна. На суд жюри и зрителей представили летопись казахстанской независимости, рассказанной устами Ельбаса. Премьерный показ «За океаном» посетила наша съемочная группа. В США в рамках фестиваля азиатского кино прошла североамериканская премьера документального фильма «Казах. История золотого человека». Картина основана на интервью голливудского продюсера Оливера Стоуна с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ней Ельбаса поделился своими воспоминаниями о распаде СССР, становлении независимости нашей республики и зарождении новой столицы. Удержать внимание зрителя, говоря с ним о серьезных политических и геополитических вопросах, которые требуют знания истории, социологии, культуры, экономики, очень сложно. То есть очень сложно сделать фильм, который держит. Во-первых, сам рассказчик хорош. Это раз. Он прирожденный сторитейлер, как говорят. Во-вторых, интервьюер. Необыкто. Лучший интервьюер, который более 40 президентов интервьюировал в мире. И человек, который может подняться по уровню своих, ну как бы, охвата мыслей, да, в тех же местах, где уже находятся Ельбасы. По словам режиссера, картина «Хазах. История золотого человека» – одна из самых успешных в его копилке. И интерес со стороны американских зрителей – лучшее тому подтверждение. Лента попала в 50 лучших отобранных для показа на седьмом по счету Азиатском всемирном кинофестивале. Меня поразили слова первого президента. Расти, развиваться и еще раз развиваться. Для себя я вынес именно этот посыл – развиваться в любой сфере. И сейчас, здесь, будучи в Америке, занимаясь спортом, я работаю над новыми победами. Это вклад, который я могу внести в развитие своей страны. Помимо восторга от увиденного на экране, еще больше зрителей поразила музыка, звучавшая в фильме. Ее специально к картине написал итальянский композитор Карло Селлиотто. По мнению маэстро, казахская народная музыка должна звучать чаще, так как равных в мире ей нет. Я восхищаюсь казахскими национальными инструментами. Меня впечатлила ваша культура – дамбра, кабыз, кылкабыз. Их звучание не похоже ни на один другой инструмент. Когда я впервые услышал оркестр из этих инструментов, я влюбился в эту музыку. Премьера документального фильма, съемки которого заняли 19 месяцев и выпали на разгар пандемии, уже прошла в Китае и Европе. По словам режиссера, в скором времени публики представят телевизионную версию восьмичасовой картины. Амир Хайдаров, Полгат Алманов, Хабар-24, США. С североказахстанской области началась традиционная для сезона холодов операция спасения замерзающих лебедей. Пернатых, которые не смогли улететь в теплые края, эвакуируют из забледенелых водоемов. Сегодня на одном из котлованов в пригороде Петропавловска были замечены несколько молодых особей. Одну из них удалось вызволить. Сотрудники ДЧС совместно со специалистами инспекции лесного хозяйства подобрались к ней, усадили на сани и вывезли на берег. Теперь птица будет зимовать вместе с другими сородичами на теплом, незамерзающем канале. Таким же образом будут спасать и других лебедей, которые остались на озерах. Уже достаточно долго стоит лед на водоеме. Возможно, эти птицы и родились на этом водоеме, поэтому они далеко и не ушли. У нас есть на территории области незамерзающий зимой водоем. Это в районе ТЭЦ-2. Вот туда на зиму перемещаем их. На этом мы закончим. Немного позже вернемся. Редактор субтитров А.Семкин